Итак, всем привет! Сегодня обзор игрушки под названием Bioink. Игрушка платная. В этом обзоре мы постараемся выяснить, стоит ли она потраченных денег. Игрушек, кстати говоря, есть только на iPhone и iPad. В дальнейшем, я думаю, все-таки выпустят версию и под Android, так что обзор будет более чем актуальным. Довольно давно у меня не было никаких обзоров по свежим играм, вот это пусть будет первый. Поначалу, на игра нам предлагают назвать своего героя совершенно произвольным именем и фамилией. Ну давайте, ввиду некоторых политических событий, назовем его Обама. К тому же, умертвить Обаму желает любой русский человек, наверное. Ну я, конечно же, не знаю, возможно, совершенно разные люди, совершенно разные мнения, но, однако, то, что сейчас творится в стране, оно не нуждается несколько в комментариях. Приступим все-таки к обзору самой игры. Вообще, недавно мы помним нашумевшую игрушку под названием Flappy Bird. Там, по сути, не было ничего замысловатого, это была, по сути, игрушка Time Killer, которую, кстати говоря, мог скопировать любой школьник. Что же касается этой игры, Flappy Bird, это была нашумевшая стратегия. Она, кстати говоря, была тоже платная, она вышла и на Android, и на iOS, кстати, поэтому я и говорю, что Flappy Bird, скорее всего, выйдет также на Android. Там же она нашумела довольно-таки быстро, и, позволю себе сказать, к удивлению многих. Это была поступательная стратегия, где мы умертвали не одного человека, как в данной игре, умертвали целое человечество. Там были различные врачи, были депрессии, были различные стихийные бествия, наводнения, много побуждающих факторов, которые развивали ту или иную болезнь. Мы должны были умертвить весь мир. Если на нашем мире оставался хотя бы один доктор, который вылечивал хотя бы одного человека, то 99% совершенно ничего не решали, и человечество в дальнейшем продолжало развиваться. Вот такая вот, но неубиваемая, неубиваемая эта самая система. Однако, что же касается этой игры. Как я уже говорил, разработчики его пытались скопировать. То есть, по сути, это тот же самый PlayGuay Inc. И тот же вырезается, я не знаю, высматривается. Один из самых главных минусов этой игры. Он заключается в том, что те, кто уже играли в PlayGuay Inc., им будет немножко неинтересно, по сути, играть в данную игру. Однако, с этим утверждением, опять же, я позволю сам себе не согласиться, потому что я в данную игру играл довольно много. Независимо от моего конечного исхода, выиграл я или проиграл, игрушка все доставляет массу удовольствия. Прекрасная графика, замечательно проработанная туловище человека, нервная система, кровеносная, скелет, группа мышц. Да, короче говоря, все действительно доработано до мелочей. Что же касается самой игры, те, кто говорят, что будет совершенно неинтересно играть, конечно же, я с такими людьми не соглашусь. В игрушку играть просто интересно, и она довольно завлекательная, особенно, когда вы узнаете про некоторые виды болезней. Но, однако, я думаю, не стоит нахваливать игру, к тому же, каждый, кто купит данный проект, возможно, только и будет что делать, что его нахваливать. Думаю, сейчас стоит поговорить о минусах. Если сравнивать тут же, конечно же, с PlayGuay Inc., то высвечиваются некоторые неприятные особенности. Прежде всего, это случайность. Как мы помним, в PlayGuay Inc., особенно те, кто играли или слышали от этой игры на форумах или на сайтах, могли, по сути, для себя сделать такой вывод, что случайность играет огромную роль. Мы могли развивать болезнь, мы могли делать различные забастовки, и куча стихийных бедствий могли препятствовать нашей болезни. Однако, из-за всего единственного действия, из-за одной ошибки врачей, или наоборот, из-за распространения стихийных бедствий, мы могли просто-напросто выиграть или проиграть в игре. Здесь же случайности отдан около 1-2%, то есть, по сути, мы не можем проиграть совершенно случайно. Любую схему, совершенно любую болезнь, неважно ее предыстория, ее можно выйти по накатанной схеме, можно, опять же, все проделывая так, как проделывают много раз при прохождении игры. Это, конечно же, огромный минус. Можно проходить, 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 и так до бесконечности, по сути, пройдя всю игру. На самом деле, это не такая уж тяжелая игра, я вам могу сказать, особенно если вы действительно поймете, как в нее играть. Плэйг Юэй Инг, у тех, у кого не получалось поначалу играть, они разрабатывали какую-то накатанную схему, в которой впоследствии бомбили, бомбили, бомбили. И дело то совершенно было не в том, какого у вас был первоначальный герой. Кстати говоря, что же касается в Плэйг Юэй Инг, нам давалось все человечество. У них были вредные привычки, они были со своими симптомами, со своими болезнями и так далее. Что же касается здесь, у нас есть несколько уровней, их поначалу около 15 или 10. Короче говоря, эти уровни нам нужно проходить для того, чтобы завоевывать некоторые звездочки и призы, чтобы открывать последующие уровни. По сути, мы выбираем совершенно произвольного человека. На легких уровнях сложности у нас говорится. Ваш герой страдает ожирением или, предположим, у него излишний вес. И вы должны каким-то образом обмануть врачей для того, чтобы его убить. На самом деле, это не так уж и тяжело. И самый последний уровень, который говорит нам в данной игре о том, что у нашего героя очень много болезней. Но он очень дотошный, он постоянный спортсмен, хоть несмотря на то, что он действительно болен сам по себе. По сути, и первую последнюю болезнь можно развить по накатанной схеме. Конечно же, многим мой обзор покажется несколько категоричным. Потому что я, возможно, играл и в Plagio Inc, и в Bio Inc я поиграл. Не могу сказать, что игрушка плохая. Она очень добротная, очень классно сделана. Графика, геймплей, все на высоте. Но, однако, те, кто играли в Plagio Inc, стоит ли тратить деньги? Особенно, если деньги у вас не лишние. На данный проект это, конечно же, стоит призадуматься. Однако, из этого всего можно, конечно же, сделать вывод. Кстати говоря, пока я не забыл, игрушка полностью локализована на русский язык. И это, конечно же, огромный плюс и класс. Но, однако, не будем на этом заострять внимание, так как и Plagio Inc у нас тоже была локализована полностью на русский язык. Итак, сделаем вывод. Bio Inc это хорошая мобильная игра, но не более, как я думаю. Играть интересно, но если вы провели достаточно много времени за Plagio Inc, то она вам порядком надоела. А то, скорее всего, и Bio Inc ненадолго задержится на вашем устройстве. А учитывая то, что игрушка платная, то выбор покупки не очевиден. Геймплей практически идентичен в двух играх. А достоинства Ленинда Са так решать, конечно же, уже вам. А от вас лайк, подписка на канал и до встречи.